Добрый день, уважаемые учителя, наставники, уважаемые гости, уважаемые коллеги, уважаемая молодежь. Разрешите от всей души вас тоже поздравить с Днем Учителя, с Днем Наставника. Мы сегодняшнее мероприятие, торжественное мероприятие по открытию филиала в ГИКО в Ташкенте, приурочили специально к этой дате, советовались и выбрали в рамках нашего фестиваля именно первое число. Потому что, конечно же, это новый шаг, серьезный шаг к просвещению, к образованию в сфере кинематографа Узбекистана. И не только Узбекистана, я думаю, что и всей Центральной Азии. Потому что еще мы не успели открыться, уже поступили, поступают заявки, поступают обращения соседних стран Центральной Азии. И вопросы о том, кого мы будем обучать, могут ли здесь учиться, и есть ли здесь условия для того, чтобы учиться, принимать учащихся из других стран. Я хочу сказать, что этот день очень особый для меня, волнительный. Почему? Потому что ровно два года назад наш уважаемый президент Шабхатмир Иванович Мерзияев, когда проводил отдельную беседу со мной по поводу назначения моего на эту должность, он дал мне отдельное поручение о том, что нужно открыть филиал в ГИКО. Это тебе отдельное поручение. И вот при помощи нашего руководителя правительства Адлона Ивановича, при помощи Альсана Дугохаровича, заместителя премьер-министра, при помощи Владимира Сергеевича Малышева, Ольги Сергеевны, посольства, при помощи других наших коллег, мы сегодня эту задачу выполнили. Волю руководителей двух государств. Поэтому разрешите вас поблагодарить, Владимир Сергеевич, вас особенно, за то, что вы так быстро откликнулись, что вы сделали все возможное, потому что мы и в ноябре с вами проводили встречу в Москве, потом вы сюда приехали, потом мы к вам ездили. И вот раунд за раундом, шаг за шагом мы это дело сделали. Я также хочу, пользуясь случаем, сказать, что сегодня в рамках кинофестиваля это очередной этап в развитии киноиндустрии Узбекистана. Мы все стали свидетелями 28-го числа торжественного открытия кинофестиваля, международного ташкентского кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». И хочу сказать, что этот фестиваль был возрожден по инициативе президента Узбекистана Шарката Мироновича Мерзияева. Хочу также сказать, что этот фестиваль можно назвать также презентацией тех достижений, которые были сделаны за пять лет. Это и мы продемонстрировали нашим коллегам за рубежом и нашим гостям обновленную и реконструированную киностюдию, легендарную киностюдию Узбекфильма, которая, к сожалению, до 2017 года была полностью к запущению и благодаря инициативе президента она была полностью реконструирована и сегодня принимает на таком серьезном уровне наших гостей. Также хочу сказать, что позавчера мы отдельно провели презентацию с датской компанией «Даймонд Групп» и представили нашим партнерам наши технические возможности и сделали первый шаг. Были привезены первые техники, первая камера, свет по контракту 28 миллионов долларов США. Это евро, извините. Это тоже очень серьезный шаг по техническому перевооружению студии Узбекфильма. Сегодняшние мероприятия. Завтра мы открываем кинофонд. Новое издание кинофонда. Мы с Россией вернули около 200 фильмов по поручению нашего президента. То есть шаг за шагом. И, конечно же, это дом кино. Дом кино реконструированный, который действительно не дом кино, я думаю, что это дворец кино. Все вы видели, какие условия. И открытие нового музея. Вот далеко не полный перечень условий, которые созданы сегодня в новом Узбекистане. Поэтому я думаю, что филиал ГИКа это, конечно же, очередной шаг в череде этих реформ в сфере кинематографии Узбекистана. И не последний шаг. Потому что следующий шаг, я думаю, что за открытие киноакадемии. Следующий шаг за установление партнерских отношений с другими также киноакадемиями мира обязательно. Поэтому впереди нас ждет долгое и интересная, я думаю, студенческая жизнь, новые творческие встречи. Вот этот, также, как это можно назвать, летний кинотеатр. Азяка, тоже при вашей поддержке. Вам спасибо большое. Значит, мы построили буквально вот за 20 дней. И теперь здесь Владимир Сергеевич. Специально для студентов наших сделали. А студенты здесь могут уже просматривать так, как в Узбекистане больше лета. Великолепная возможность для того, чтобы просматривать фильмы здесь летом, свой досок обеспечить. И, конечно же, здесь они могут показывать свое мастерство. Всем удачи! Спасибо!